Пока обычные школьники проводят лето в оздоровительных лагерях и набираются сил перед новым учебным годом, спортсмены готовятся к важным состязаниям. На стадионе лагеря «Янтарь» – рядовая тренировка по тэквондо воспитанников 7-й спортивной школы. Ребята оттачивают технику, отрабатывая удары. Недавно они вернулись с первенства страны, соревнования проходили в Белгороде. Результат – лучший за последние несколько лет. Девятое место в общекомандном зачете по России. Первое – по ЦФО. У них идет 4 дня тренировок, по 3 тренировки в день. Утром пробежка, потом у них вторая тренировка дневная и третья вечерняя тренировка. Приезжает главный тренер сборной Ивановской области, и он здесь с ними занимается. Он сам не в лагере, он приезжает, их тренирует. А так, дни отдыха им просто скучно. И вот они как-то уже себя без спорта не видят. Тэквондо – популярный вид спорта, потому что олимпийский. Только в седьмой спортшколе им занимаются больше 70 человек. Преуспеть могут далеко не все. Тэквондо покоряется самым сильным, выносливым и терпеливым. Для Ярослава год удачный. Он привез высшую награду в своей весовой категории. С Кубка президента по тэквондо, который проходил в греческих Афинах. За третье место был бой с украинцем. Этот мальчик был очень сильным. Мне удалось его выиграть с маленьким перевесом, около двух очков. И дальше я вышел на двух датчанинов. Оба мальчика были тоже сильными. Выиграть их было очень трудно. Но у меня получилось. Настя в тэквондо влюбилась с первого взгляда. И вот занимается этим спортом уже 7 лет. Ее главная спортивная мечта – стать олимпийской чемпионкой. Уровень во всех странах, я так думаю, примерно одинаковый. Так как твои результаты зависят только от тебя. Как ты тренируешься, как ты выкладываешься на тренировках. Насколько ты хочешь победить. Твой настрой тоже зависит от этого всего сильно. Сейчас мы готовимся к последнему этапу спорта Киады, который пройдет в конце июля в Краснодаре. И к первенству России по юниорам. По итогам соревнований в Белгороде, пять ивановских спортсменов включены в состав юношеской сборной России по тэквондо. Двое примут участие в первенстве Европы, которое состоится в октябре в Будапеште. Чтобы хорошо представить страну, нужно упорно тренироваться. И в выходные, и в будни, и в дождь, и в хорошую погоду. Спорт покоряется только самым целеустремленным. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Лежневский район.